Ремонтные работы по улице Таганская в оба направления завершены. Автобусы маршрутов номер 26, 32, 36, 66, следовавшие по улице Таганская, Енисейская, Лысвинская, Барнаульская, Снежная вернулись на маршрут. В Курумыче самолету, летевшему из Шарм-эль-Шейха в Самару, пришлось уйти на второй круг. Об этом сообщил телеграм-канал об авиаинцидентах. В 3.38 по самарскому времени командир воздушного судна при заходе на посадку доложил в стартовый диспетчерский пункт об уходе на второй круг из-за срабатывания сигнализации и столкновения с землей, выясняют в телеграм-канале. Через 15 минут самолет благополучно приземлился. Ретроспективная выставка Николая Шейна «Белый свет» открылась в Самарском областном художественном музее. Экспозиция состоит из более чем 70 картин. Выставка располагается в двух залах. В первом представлены работы, которые художник писал на заказ. Они выполнены в духе соцреализма. Одна из главных картин – бригада коммунистического труда Агафонова «Станкозавод». Во втором зале располагаются работы, которые Шейн писал для себя. Эти произведения создавались на берегах Волги и в Самарской Луке и отражают свет и энергетику этих мест. Расписание электричек от Самары в Пухвестнево изменят 1, 2 и 4 апреля. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Согласно новому графику движения, поезд номер 7528 «Самара» отправление в 19.34, Пухвестнево прибытие в 22.13 будет отправляться из Самары в 19.54, а в 22.53 приезжать в Пухвестнево. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди российских компаний и выяснил, как часто соискатели требуют документ с указанием причин отказа в трудоустройстве. 94% опрашиваемых компаний утверждают, что за последний год не получали запросов на выдачу письменного отказа в приеме на работу. Только 3% предприятий сталкивались с обратной ситуацией. Подчеркивается, что соискатели чаще требовали подобный документ у крупных предприятий из банковской и IT-сфер, а также из области ритейла. В 2021 году 5% работы дателей получали обратную связь. На данный момент ситуация снизилась до 3%. Со следующей недели россияне смогут ограничивать круг тех, кто сможет писать им личные сообщения в Телеграм. Об этом сообщил Павел Дуров. Создатель мессенджера уточнил, что это новое введение необходимо для обеспечения безопасности пользователей. Сначала опция «Заработай для юзеров из России, Украины и Беларуси». Также разработчики планируют подключить искусственный интеллект для более продуктивной обработки жалоб. По достижении 4-летия панда Катюша отправится из московского зоопарка в Китай искать пару, рассказала пресс-служба московского зоопарка. В конце августа 2023 года в московском зоопарке впервые появился детеныш большой панты. Катюша уже выросла и начала активно исследовать окружающий мир.